Хочу, наверное, начать с вопроса, как вообще ты пришла в свою жизнь к керамике? Почему она тебя так захватила? Хороший вопрос. Ну, это всё началось, на самом деле, можешь сказать, по течению. Я не знаю, тебе издалека начать или из более близкого времени? Ну, давай кратко, но издалека. Кратко, но издалека. Хорошо. Когда я поступила в институт, собственно, я хотела обучаться на одной профессии, которую я давно мечтала, но в период обучения поняла, что это абсолютно не моя профессия, и на период времени обдумывания, куда мне перейти, мне предложили поступить на факультет керамики, где я, собственно, и познакомилась с тем, что такое керамика, как с ней работать. Долгое время она мне дико не нравилась, и я не понимала, что я здесь делаю, зачем мне нужно отсюда бежать. Но этот период прошёл, как бы, и я начала вникать в неё. А потом я просто взяла комочек глины и передала его массу народу. Когда ещё не была керамика очень популярна, одна из зарождающих в студии была больше бисквит и керамистов, и всё, и больше вообще ничего не было. И то есть я ещё сама не осознавала, что я делала. Я просто взяла кусок глины и просто дала его людям, и, собственно, и всё. Как бы как-то так и вышло. А на какой профессии ты училась, что она не зашла? Я очень долго мечтала выучиться на иконописца, и даже как бы переехала из своего родного города в Санкт-Петербург для этой профессии. И когда я стала на ней учиться, я поняла, что я только всё порчу, сняла огромный кусок литкаса просто. Я думаю, так, всё, это не моё. Я испортила икону, всё. Я так понимаю, ты закончила обучение на керамике, и как вообще дальше развивались события? Не совсем. Я не закончила обучение на керамике и перешла в какой-то момент на факультет педагогики, потому что поняла, что вот эта вот бумажка о том, что я педагог, она мне очень важна для моей дальнейшей деятельности. Спустилась на два года вниз, и как бы сейчас, получается, я ещё и ещё продолжаю учиться, сейчас я пишу диплом, вот у меня предзащита будет уже в понедельник. И, в общем, и того я учусь не пять лет, а семь уже. Как ты пришла в открытые мастерские? Можешь немножко про них рассказать? Да, в целом, я бы, наверное, обобщила бы не только приход в открытые мастерские, а в любую деятельность и всё, что со мной связано, и всё, что я делаю. Это происходит из серии «Мне надо, и я делаю». То есть, и невзирая ни на что, ни что говорят другие, ни т.д., ни т.п., как бы, просто мне очень надо, и вот. И в открытые мастерские я просто пришла и сказала, что мне надо. Вот. Я попыталась им доказать, что я вам буду очень-очень полезна, я не создам для вас проблем. Ну, и, в общем, они согласились. Вот. Про открытые мастерские я хочу рассказать, что это, на самом деле, очень классная локация, пространство. Она даёт возможность художникам раскрыться. Если художники на грани какого-то перепутья из-за денежного какого-то... Ну, в общем, финансы у них подкачивают, или, может быть, им нужен коллектив для раскрытия своих потенциалов. То есть, в целом, открытые мастерские даёт эту возможность. И очень хорошо, в общем, если вы художник, которому нужно где-то перекочевать какое-то время, подумать над своими действиями, то ни в коем случае не запирайтесь в комнате, либо становитесь, ну, как мастером из открытых мастерских, если вам на это дают ваши возможности, либо становитесь участниками открытых мастерских, потому что участие там бесплатно, вы можете участвовать на любых курсах, вносятся только материалы, ну, просто платите за материалы, это очень небольшая стоимость, и вы, как бы, знакомитесь со всем и находите себя. И я знаю очень много людей из открытых мастерских, которые прошли несколько курсов, и они сейчас тоже открыли свои мастерские. кто-то по, как называется, когда печатают на футболках? Шелкография. Да, кто-то открыл свои мастерские по шелкографии, кто-то открыл свои мастерские по керамике, какие-то, я знаю, девочки активно занялись кожей, иллюстрацией, то есть очень-очень много как бы оттуда выходит каких-то мастеров, талантливых людей и так далее. И вообще, это классное место, действительно. Я еще про него немножко потом напишу всем, кому интересно. Это было твое первое место, где ты решила проводить вот оффлайн как-то? Что было до этого? До этого было три мастерских, которые я снимала, и в какой-то момент, то есть первая мастерская была, я снимала часть места у одного парня, вторая, более такая самостоятельная работа, я сняла помещение на Апараксином дворе, и третье я сняла помещение на Чкаловской, и в общем, в какой-то момент, ну, я просто устала платить за это аренду, и потому что она либо выходила в ноль, либо в минус, меня это сильно расстраивало, что ты очень-очень много всего делаешь, а как бы по сути твоя затратность, она равна нулю или минусу, и, да, то есть, не знаю, открою вам свою маленькую тайну, что иногда я работаю на дополнительных работах, чтобы поддерживать свой проект, и по сути работаю действительно и в ноль, и в минус, мне очень важно поддерживать свой проект. Недавно у меня девушка спросила, она ко мне приехала купить глину, и, в общем, у нее был вопрос такой, это был, наверное, первый вопрос из за все последние три года, что, в общем, она говорит, «А вы на каких-то субсидиях живете? Типа, кто вас спонсирует?» Я говорю, «Нет, это все мои личные деньги, я их зарабатываю, тут же их трачу». Она очень сильно удивилась, просто стояла такая, типа, «Что? Как это возможно? Ведь это достаточно немаленький проект». Я говорю, «Ну, да». Хорошо, а что было после открытых мастерских, и почему ты решила расширять сферу деятельности, ну, помимо керамики, почему еще какие-то появились сферы? В открытых мастерских я еще нахожусь, но это буквально последние, как бы, можно сказать, считанные моменты, наш контракт с ними подходит к концу, и я думаю, если карантин сейчас закроется, то мы выпустим последний бесплатный курс, и на этом как бы все. Почему я решила уйти? Ну, во-первых, срок сам себе, как бы, подходит, во-вторых, мои обороты, можно сказать, людей, они стали настолько сильно превышать, что, как бы, стали уже доставлять немножко дискомфорт открытым мастерским, и мне стало сложно развиваться еще больше в открытых мастерских. Поэтому я решила, как бы, опять же, есть такой момент, что когда ты вкладываешься в еще что-то большее, то тебе еще больше начинает, как бы, приносить оборот. То есть, по сути говоря, я вложилась в новую мастерскую, и новая мастерская смогла себя купить, то есть я, по сути, смогла заработать на нее, и я вижу, что если я могу заработать на нее, значит, я смогу заработать и еще. Ну, в общем, как бы, секрет в жизни, наверное, простой. Чем больше тратишь, тем больше получаешь, и наоборот. Вот, чем больше получаешь, тем больше тратишь. Как бы зарабатываешь 20 тысяч, тратишь 15. Зарабатываешь 60 тысяч, тратишь 50. В целом, состоится одно и то же. Вот. Ну, я думаю, что, может быть, тогда лежать и в потолок поливать, и как бы выхлоп-то будет один и тот же. Ну, ладно. Но это уже как бы чисто на вашей, можно сказать, совести. И нужно ли вам это или не нужно. Если вам так комфортнее, то, может быть, так и нужно. Если вам некомфортно. Вот мне некомфортно лежать долго на диване, и мне нужно бежать, покупать, продавать, бежать, покупать, продавать и так далее. И, в общем, я этим живу. Недавно я от нашего с тобой общего знакомого слышала твою фразу «Если лошадь не едет, нужно с нее слезть». Нет? Керамики стало настолько много, и приедается все. Ты уже не можешь что-то придумать новое и как-то дать чему-то новому. Поэтому я стала думать еще какие-то направления. Собственно, я их нашла, которые, во-первых, они интересны людям. Их очень мало, поэтому это еще такая неплохая ниша, которую можно развить. Что будет дальше, непонятно. Может, ничего не будет. Но, в целом, пока мне нравится. Я тут, кстати, вчера сидела, паяла, напаяла себе руку с цветочками. Я так понимаю, сейчас, в основном, мозаика, Тиффани и керамика. Пока да. Пока да. А что будет дальше, непонятно. Хорошо. Я думаю, что ты тоже пробуешь, получаешь тоже сама от этого удовольствие. Потому что она, чего-то, вряд ли, этим занималась. Знаю тебя. Да, точно. Какие... Сейчас скажу. Какие вообще видишь дальнейшие пути развития вот этого всего? И... Либо пока не задумывалась ты об этом? Нет, задумывалась. Мои пути развития как бы не изменились. Я уже отвечала на этот вопрос где-то год назад. Есть такой конгресс, ремесленный конгресс. Проходит в Санкт-Петербурге раз в год. И они, собственно, прислали мне вопросы. И потом выставили статью. Там был похожий вопрос. Я бы хотела бы то же самое все развить, но уже за территориями нашей Российской Федерации. Так как многие знакомые, которых я спрашиваю, они говорят, что у них там этого как бы не так много, не так сильно это развито. Это больше похоже... То есть там это все немножко закрыто и больше похоже на то, что у нас творилось лет пять назад. То есть творчество у нас развивается намного по-другому. И я думаю, возможно, им бы тоже было бы это интересно. Ну и, собственно, мне и новые границы хочется тоже освоить. То есть есть понятие, что я не могу прыгнуть, скажем, выше, чем гончарная студия номер один. Могу оставаться только вот на каком-то своем уровне. И могу этот уровень просто развить немножко в масштабе, в горизонтальном, а не в вертикальном. А еще я знаю, что ты путешественница. Мне очень нравится слушать твои истории обычно из поездок. И вообще меня очень вдохновляют твои рассказы. Расскажи, пожалуйста, если это не секрет, про свое последнее путешествие, насколько помню, в Испанию. Или я что-то пропустила? Не знаю, можно ли считать последним путешествием Великий Новгород, который был неделю назад в условиях коронавируса. Ну и если мы его не считаем. Это было очень интересно. Были планы одни, а получилось немножко все другое. И в целом я рада, что получилось немножко все другое, потому что не попробуешь, не узнаешь. Была идея пройти путь Сантьяго до Каминия. Кто не знает, это пеший путь от... Ну, стандартно от Барселоны до Сантьяго. Но вообще можно его пройти из России. Это просто ты идешь пешком, путем паломника, думаешь о своих грехах и так далее. В общем, у меня был такой период-момент, когда мне нужно было подумать, и судьба меня вывела на то, что есть такой путь. Я решила в нем пойти. К моменту подготовки к этому пути нашлись люди, которые готовы меня поддержать, нашлись люди, которые рассказали мне об этом пути. И в тот момент, когда мы уже приехали туда и готовы... У нас уже паспорта в руках, потому что если вы идете в путь Сантьяго до Камини, вам нужно купить отдельный паспорт. Он стоит евро-два, на самом деле. Это просто бумажка, как бы... Но она дает возможность вам ночевать в этих хостелах, которые для паломников стоят намного дешевле. Если обычно хостел стоит 30-50 евро, то хостел для паломника может стоить 10-15. В общем, мы уже здесь, мы уже купили рюкзаки, все-все-все-все, и нам уже нужно идти, и мы понимаем, что мы не хотим идти. Мы просто покупаем билет на самолет и хотели пролететь полпути на самолете. Потом посмотрели стоимость билета до полпути, и билет до конца стоит одни и те же деньги. И подумали, зачем нам идти пешком, мы лучше пролетим дальше. В общем, мы пролетели дальше. Высадились, увидели, какой там льет дождь. Лил там дождь хуже, чем в Питере. И такие, ну нам Питера достаточно, полетели-ка мы на юг. Ну и в общем, наш пеший путь превратился в самолетный путь, вот так вот, звездочкой по Испании, и вернулись обратно. Мы почти ни о чем не думали, ничего не делали, только ели и балдели. В общем, путь из паломника превратился в путь буржуи какой-то. Это же хорошо. Ну да, и мы больше подумали, что мы не особо любим ходить пешком, что мы обязательно пройдем этот путь паломника, только мы пройдем его, нам бы хотелось бы проехать его на велосипеде, так тоже можно, и на автобусе его можно проезжать, неважно как, но проехать его на велосипеде, скажем, из Германии до Испании, это, не знаю, может занять полтора месяца, но в целом это интереснее по мне. Расскажи, пожалуйста, как вообще в таких условиях, ну я знаю, что и до карантина можно было спокойно заниматься творчеством дома, потому что я тоже это практикую, и мне больше нравится, есть больше времени, очень уютно это все. В условиях карантина, естественно, это стало более актуальным. Как вообще себя настроить, сделать что-то дома, что для этого нужно, и можно ли обойтись этим всем, как бы никуда не выходя? Это я плавно подвожу к твоим поттеребоксам. Для человека, который тоже сейчас на данный момент часть времени проводит дома и что-то творит дома, я скажу, что, наверное, первое, что бы мне хотелось сказать, что это дико неудобно. Я не знаю, как тебе, Оля, но мне очень некомфортно, у меня все валяется, то глина размазана, то стекла как бы, и у меня уже ноги иногда и сколоты. В общем, да, то есть в целом, если как бы есть возможность выехать в мастерскую, то езжайте, правда. Если есть возможность сходить все материалы в мастерской, храните. Но если такой нет возможности, особенно сейчас, то, в принципе, как бы на короткий период это возможно организовать. На длинный я не советую. Вот прямо кардинально как бы, то есть тоже какое-то время я думала, нет, все, я дома сейчас все сделаю. Вообще ни разу не получается почему-то. У меня, не знаю, может, у вас получится просто, у меня как бы все валяется. И там дисплея, там... Ну, есть определенные, да, сложности, потому что я что-нибудь налеплю, и ты думаешь, так, куда это поставить, чтобы это не разбилось. Дожило до обжига, до ближайшего. И, конечно, да, в этом сложности есть, что нет там определенных каких-то стеллажей, возможно, там, какой-то рабочей области. Ну, да, в принципе, ты сказала сейчас, я тоже замечаю это. Особенно если ты работаешь со стеклом, и у тебя как бы очень много этих материалов дома, да, это тоже сложно. В принципе, если у тебя небольшой наборчик, и ты можешь умело организовать пространство и все складывать на свои места, наверное, это более реализуемо. Конечно. Для этого вам, в принципе, достаточно выделить пол стола или, если есть возможность, стол, или какую-то, в общем, поверхность, которую бы вы не убирали-собирали. Почему? Потому что вы там можете начать, и вас там отвлекло что-то, вам уже сходить в магазин, или там борщ у вас закипел, вы все, бежите. И чтобы вот это вот изделие никто не трогал, оно никак не двигалось. Либо как-то все делать на дощечке, когда вы там, ну, грубо говоря... Ну, грубо говоря, да, вот вы слепили на дощечке что-то, вот взяли дощечку и куда-то положили. Так, да, так можно. Либо стол, который... Ой, и сори. Который как бы не двигается. Потом освещение, наверное, очень важно. Либо это освещение натуральное расположится напротив окна. А ты, кстати, напротив окна расположилась? Да. Подоконничек вообще прекрасно. Вот, да, вот какой-то подоконничек, это прямо идеально. Ну, либо лампочку подсвечивать. Потом, наверное, выделить себе какую-то полку на стеллаже. Если вас многое изделие, то стеллаж, соответственно, целый. Вот. Ну, и поближе, наверное, к воде. Если керамика, то точно ближе к воде. Потому что вам нужно постоянно что-то мыть, постоянно что-то затереть, эти капли капают, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. В общем, для меня идеальный вариант, наверное, на кухне. На кухне возле окна. Вот. Если есть возможность. И если совсем нет возможности, ну, не знаю, ну, выходите с тазиком, что ли. У меня тоже тазик вот такой. Я с ним и не докажу. Нет, тоже вариант, почему нет. Да, конечно. Ну, и там подметать. Не ковер, да? Вот не так, чтобы у вас стол, там же и ковер, иначе все это в ковер забьется, потом будете мучиться вычищать. Или если это стекло, то еще хуже. Вот. Если глина, то тоже не очень приятно. Вот. Наверное, все. Расскажи, пожалуйста, поподробнее про твои боксы. Потому что их сейчас появилось чуть-чуть побольше. То есть я знаю, что есть там маленький набор, побольше, больше. И опять же, они с разными видами творчества. Расскажи, пожалуйста, про это. Есть боксы с глиной, для того, чтобы создать керамику. Есть боксы со стеклом, чтобы создать Tiffany. И есть боксы для того, чтобы собрать мозаичку. Вы выбираете две возможности. Есть как Union, есть Profi. Union это для простого обучения Profi с более сложными инструментариями, можно сказать. Там у вас лежит кусочек глины, инструменты все необходимые, краски, кисти и, собственно, купончик на обжиг, который вы используете, когда ваше изделие нужно обжечь. Там есть инструкция по применению. Если что-то непонятно, просто открываете YouTube наш, включаете мастер-класс или похожие YouTube-чики. Или вот Олю смотрите. Оля тоже очень хорошо ведет мастер-класс. У нее там мисочка авокадо. В общем, можно все это смотреть, точно повторять. Лепите изделия, опять пишите, приезжаем, забираем и приводим обратно. Все очень просто, легко. Вы находитесь дома, никуда не выходите. К вам все приезжает. От вас все уезжает, опять приезжает. Как бы, ну, супер, мне кажется. И тем более, очень-очень удобно. Чему, например, это удобнее, в отличие от мастер-классов, скажем, мастерской? Ну, наверное, из плюсов того, что у вас есть неограниченное количество времени. Вы можете перелепить опять, перелепить опять, сделать что-то, не получается. мастерской ограничения по времени. Изменяется, что нет прямого контакта мастер с учеником. Ну, в принципе, если брать непростые изделия, как там, лист монстера, то можно легко слепить. Так, боксы со стеклом Тиффани. У вас, вы выбираете себе какой-то рисунок, то есть предлагаются несколькие различные варианты, птичка, там, сердечко и так далее. Вам приезжают уже готовые нарезанные вот части. Паяльник, полова, медная фолия, все это приезжает, и вы должны обклеить все это и потом хорошо спаять. Это боксы по мозаике. Это, в общем, вот есть такие формочки, и вам приезжает смальта или наколотое стекло, клей и мастихинчик такой, такой еще пинцетик, и вы аккуратненько выкладываете вот здесь. Да, это как медитация, похоже, вы сидите и так тихонечко динь-динь-динь-динь-динь-динь все выкладываете, и очень красивый потом рисунок получается. Еще, наверное, важный факт в том, что когда работаешь с керамикой, с глиной, ее обязательно заматывать, если ты, например, отошел. Ну, это, наверное, все у вас в инструкции написано, чтобы она не засыхала. Нет, на самом деле, ну, в инструкции, да, написано, чтобы она не засыхала, что делать, если она все-таки засохнет, как ее размочить. в целом, очень кратко там написано, хочется уже поскорее выпустить на YouTube ролик с тем, как это все правильно делается, потому что очень-очень много простых вопросов поступает, буквально каждый второй всегда спрашивает, как ее хранить. Если у вас тоже есть такой вопрос, просто берете, оборачиваете ее мокренькой тряпочкой, сверху кладете в полиэтиленовый пакет и все. Если же она все-таки высохла, то сделайте ванночку с водичкой, положите, она там размочится, а потом потихонечку ее высушиваете, и она снова превратится в хорошую глину. В этом плане у глины нет срока годности, на ней иногда может появляться плесень, но ничего страшного, либо там срезаете и выкидываете, либо, в принципе, размазываете по работе, закидываете в печку, она все это выжигает там, и все, у вас опять готовая работа. Да-да-да. Ну, кстати, по поводу обжига обычный вопрос тебе задам, какой задают все всегда. Можно ли обжечь керамику у себя дома в печи? Хороший вопрос. Да, я знаю, ты очень любишь. Да. Нет, к сожалению, никак нельзя обжечь керамику дома в печи. Потому что наши современные духовки, они разогреваются только до 250 градусов. Советские духовки могут разогреться до 300. А керамики нужно вообще тысяча, но я обжигала на 600, тоже, в принципе, МКФ-2 обжигается на 600. Легче отдать или купить муфельную печь, наверное. она задала все пока вопросы. Есть у тебя что-нибудь, что бы ты хотела просто рассказать, может быть, про надвигающиеся какие-то проекты или про дальнейшую жизнь в студии? Да. Ну, во-первых, всем, кто смотрит этот эфир и всем, кто хочет либо открыть свою мастерскую, либо просто заняться творчеством, я советую не останавливаться, не разочаровываться, никогда не смотреть на то, что делают другие, никогда не думать, что я делаю хуже, неправильно ли так. со временем у вас просто выработает свой стиль. Даже если у вас там немножко неровно лепится, как бы, а вы смотрите на мастера, который просто идеально все лепит, очень точно, как бы, и вы, собственно, расправитесь, что у вас неровная лепка, то тут либо два варианта. Либо вам нужно найти способ, как он это делает, потому что многие действия в керамике, они автоматизированы и с первого взгляда просто ты это не увидишь, как бы, когда у тебя уже профессионально точный взгляд, ты видишь, что это делается так, это так, и понимаешь, почему это как бы так и выглядит. Второй вариант, это вот мой вариант, я просто не умею лепить и рисовать ровно, вам нужно выработать свой особый стиль, то есть, опять же, вы смотрите, конечно, что каждый как делает, что-то для себя подчеркиваете, но ни в коем случае не копируете, вам не нужно скопировать, вам нужно создать свое, просто доведите свое, то такого, ну, более-менее оригинального вида. Опять же, у меня есть знакомый друг, который лепит таких чудиков, они как бы не очень ровные, но он, как бы, это его стиль, и они смотрятся, как бы, классно, потому что это его стиль. Для тех же, в общем, не останавливайтесь, делайте, 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 как бы, пока вам это не надоест, но, как бы, поперек горла себе не вставайте, это никому не надо. во-вторых, если вы хотите открыть свою студию, мастерскую и так далее, и так далее, поймите, что тут два варианта, либо первый вариант, вы делаете для себя, и все вложенные средства, это для вас, как бы, второй вариант, коммерческий, ну, вам тогда нужно найти профессионального человека, который вам сделает бизнес-план, найдет вам денег, как бы, внесет это все, это вот, ну, то есть, если я говорю для себя, я имею в виду, подразумеваю там студию Бисквит, потому что это история больше, как бы, для себя, которая просто выросла, и подразумевая коммерческую деятельность, я говорю о гончарной студии номер один, которая делает ради, как бы, ну, бизнеса, вот, наверное, на этом все. Я еще, на самом деле, хотела последний вопрос задать. Расскажи, пожалуйста, как вообще, какими способами можно создавать керамику, ну, я имею в виду, что там, очень кратко, типа там, лепка, гончарный круг, отливка, потому что многие иногда смотрят, там, опять же, на ровные какие-то стаканы и думают, что, блин, я так никогда не научусь лепить, а на самом деле, это было там, не слеплено, а сделано по-другому. Расскажи, пожалуйста, про этот момент. Да, все правильно ты сказала, что действительно есть несколько техник лепки, первая, это ручная, вторая, это гончарка, третья, отливка, еще есть четвертая, это 3D принтер, ну, это совсем круто. лепить можно по-разному, в первую очередь, нужно понимать там, что вы хотите и что вам больше нравится. Можно лепить руками и очень ровно, прямо вот, я видела некоторые девочки, которые лепят настолько ровно, что я просто не понимала, как они это делают, но они это делают руками. Если вы как бы очень хотите ровные чашки и не получается у вас лепить еще очень ровно, просто купите себе гипсовую форму, вы в нее заливаете шликер и у вас готовая ровная чашка, собственно, и рисуйте на ней там то, что вы хотите. Либо если вы больше вдохновляетесь гончарным кругом, вам нравятся те же самые ровные чашки, но вас больше вдохновляет процесс именно гончарства, нежели там в общем, вам процесс более важнее, чем как бы изделие, то выбирайте гончарный круг, там вы и отдохнете душой, и найдете как бы свое поприще для развития, потому что развиваться на гончарном круге можно бесконечно, там я вижу, когда мужчины крутят двухметровые вазы, и в общем, вы можете крутить еще больше. Я тоже вообще восхищаю. В общем, просто посмотрите то, что вам нравится, и начните это делать. Если там, ну вот опять же, если вы хотите ровные чашки, но у вас как бы, как у меня, кривые ручки, берите гипсовую форму. Если вам нравится гончарить, и вам вообще не важно, какие у вас ровные или неровные чашки, берите гончарный круг. Если вы больше тактильный человек, который ему нравится как бы вминать долго глину, то берите ручную лепку. В ней, на самом деле, больше возможностей, нежели там в форме или в гончарке. Но она, наверное, больше всего затрачивает времени. Как-то так. В общем, все, попробуйте и найдете. А, кстати, ты еще не рассказала про свой поттери-бокс с готовыми чашками. То есть, если вы вообще не любите лепить, а хотите просто раскрашивать, и вам нравится, как там растекается краска, что-то накладывать, вот есть еще такой поттери-бокс. Да, все правильно. Действительно, извини, я о нем забыла. Вы можете выбрать готовую форму. Там чашка, несколько видов, три вида, три вида стаканчиков, чайничек, домик, маяк. И эти формы будут пополняться. Вам приезжают красочки, тоже выбирайте себе цвет красочек, раскрашивайте. В общем, спасибо, ребята, что смотрели. Мы, наверное, будем еще... Я буду вести тоже какие-то уроки, расскажу вам вообще про то, как вообще, с чего начать. Если что, задавайте вопросе Ане тоже. Берите поттери-бокс, лепите дома, пробуйте, потому что это действительно невероятный кайф. Я уже два года этим занимаюсь, я не могу оторваться. Это правда, это очень такое что-то... Это действительно больше, чем просто творчество, это какая-то медитация, и плюс, если вы лепите, это развивает мелкую моторику рук, это помогает вашему мозгу больше не стареть. В общем... Посмотрите на Олю, видите, какая она молодая. Да, это все потому, что занимаюсь керамикой. Вот, спасибо, Аня, я очень рада была тебя увидеть. Всем спасибо, хорошего вечера, до новых волнующих встреч, пока-пока. Пока-пока. Спасибо большое, Олечка. Спасибо. Спасибо тебе, пока-пока.